Возникла с тем, кто хотят строить храм, и сторонники строительства храма утверждали, что большинство граждан нуждаются в этом храме. Я сам являюсь координатором наблюдателя Красносельского района, живу неподалеку и решил провести социологический опрос вместе с активистами. У нас было порядка дюжины вопросов, это те проблемы, которые могли бы интересовать, волновать жителей. Так вот, получилось так, что проблема храма заняла где-то девятое место. А на самом деле жители волнуют совершенно другие проблемы. Прежде всего, это транспортная проблема, 74% людей сказали, что это беспокоит прежде всего. Потом проблема отсутствия поликлиник взрослых и детских, 61%. Следующая проблема, это отсутствие мест в детских садах. Причем, ну а по поводу храмов, порядка 12% это девятое место среди всех проблем. Причем в комментариях, которые люди давали, заполняя анкеты, ну были очень жесткие комментарии по поводу поликлиник и детских садов. Там действительно катастрофическая ситуация. То есть есть район, но нет поликлиники. Жители этого района идут в соседние поликлиники, там безумные очереди, скандалы и все остальное. Ну то же самое с детскими садами, может, другие люди не смотрят. Про подписи кто нам может рассказать? Сколько подписей было собрано, как собирали. Подожди, подожди. Как долго собирали подписи? Сколько подписей удалось собрать? И как вам кажется, вот обращение и передача подписи губернатора Петербурга, это как последняя надежда или одна из возможностей? Ну пока мы рассматриваем одна из возможностей. Подписи мы собрались только в поле месяца. Нет, 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 нет. В течение двух недель, в общем-то, это все продолжалось. Потом мы ожидали, ну, Новый год наступил, потом уже ожидали каких-то нафоролей. Подписи? Подписи около 2000. Живут подписи. Стрелики, Стрелики, Северной Палтийской Женчушиной. Все решения не могут быть сильными системами. Подписи, мы находимся в полицентр, не зная, как проблема, потому что в полицентре это пожелание. И почему-то отдается приоритет строительство храмового комплекса. И, что самое интересное, за 500 метров уже давно запланирован другой храмовый комплекс святого Владимира. То есть в любую зальню он будет. И зачем-то сейчас строится второй, хотя не хватает в медицинских садах, нет клиники, нет пункта полиции, нет почты, скорой помощи нет. Мы не против религии, не против строительства церквей, мы просто хотим, чтобы власти услышали нас и сперва обеспечить людей необходимые социальные инфраструктуры. А затем уже строила... Спасибо огромное. Только представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Юлия, я жительница города. Хорошо, спасибо. Уже куча. Саша, как вы говорили? Чем мы сейчас поговорим? Потом покажем, что у нас. А вы с того момента, как мы с вами встречались в последний раз, что мы с вами не встречались? То есть я имею ввиду... В социальном понятном? Нет, в социальном понятном. Я имею ввиду, на этом участке начались какие-то работы? Нет, мы установили новогоднюю елочку. Да. Нет, все в том же стиле. У них нет разрешения, они только бегают и это самое. Вот мы хотим вместо семьи моря, чтобы у нас не было семьи храмов. Вот с цифрами все это нарисовано, и седьмой храм нам не нужен. Там финансируют все это какой-то таинственный способ, который называется, и он решает за весь район. В общем, вы хотите, чтобы на этом месте больше ни на что. Мы даже предлагали вариант... Постройте вы больницу, там можно поставить мемориальную таблицу, что это больница, память, а кто там есть. И будете вам благодарны. Да, да, да. А вы стояли, что не сдали. Дайте им заходу. Да, ну ладно, да. А эти лёлы, это кофе. Да, да, да. Ну, чтобы мы говорили, давайте давайте. Ну, вот, как бы письмо, которое... Я вам дам письмо с родителем. Письмо, вы можете сказать, что это происходит. Вот это письмо и есть. У нас копия. Ну, если сейчас, давайте... Ну, если все надо... Вот мы уже написали огромную письмо в администрацию. Атветы практически дублируют друг друга. Ну, нам они ничего утешительного, эти ответы не приносят наоборот. То, ну, очень много таких. Таких графики не хватает. Правда. А вот в детском садах и так не хватает. И дело в том, что, на самом деле, не факт данный письмо. Вот у нас там недалеко, ну, из-за коемольской партии, то вот сюда такая церковь. Я пришла специально во время слухи за встречение там, кто-нибудь спокойно, свободно, могло идти. Два раза больше любили. Ну, да, да, да. Ну, мы когда встречались с настоятельными, мы сейчас будем мониторить вообще-то. Там больше тридцати человек не приходят. Угу. Ну, да, да, да. Да, 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 да. Мы тоже нам это все рассказывали. И в Балтике-Кеды, там это уже Афрос, они практически совпадают с Андреем, да. Там разница? Это я все, да, мам? Это все ваши, да. Спасибо. Более того, по-началу нам как-то с администрацией говорили, и Болтавченко передал, и свидетель не учредители, а за область, и, скажем, чужина, они так утверждали, что охранник как не будет связан с трагедией. То есть это было какое-то утешение, что все-таки вот как-то они не свяжутся с интерактом, который произошел в 2015 году. А сейчас мы сегодня почитались таким балтик туды, и оказывается, все-таки прекрасно поглажается, и все мы были связаны, мы были с дневниками, попрычки с дневниками, то есть там будет находиться мемориал на первом этаже, на втором этаже непосредственно сам встану. То есть это уже не скрывается, что с трагедией он связан. Вот я, например, летаю каждый месяц, у меня перелеты. Я сегодня летела, и я сегодня всю дорогу у меня просто были панические атаки, потому что я уже боялась, мне уже было страшно. Не потому что я постоянно думала об этом теракте, но вот эти три месяца, которые регулируют вот этот храм, всегда уже настолько накачалось-то, я не знаю, как я дальше буду летать, но мне это уже больно. То есть я вполне могу даже отказаться от этого вида транспорта, потому что вот этот храм, вот эти события, они очень отрицательно сказываются на моей психике. Да, один момент. Вот этот опрос производится только среди жителей. Я поняла. То есть они указывали место проживания. Но тот, который на Балтике, в интернете, никакой репрезентативности. Поэтому цифры там. Поэтому... Поэтому... Это более... Ага. Это здесь... Да, вы всю макулатуру отдадите. Нет-нет, это интересно очень. То, что... Мы собрались и что-то... Это то, что построили. Ответы на храм уже. Вот это вот... Город построить он не построит. Ну, здесь еще земля, в общем-то... Угу. Угу. Но... Вот... Здесь у нас садик построил. Вот построен детский сад. Вот... Город детский сад не строит. А земли уже раздает под храмом. Держите, это вам тоже для интересов. Мы написали огромное количество писем. Ну, ответы везде динократы. Ну, да-да-да. Ну, вот в прошлый раз тоже самое было. Да. А вы же знаете, сколько тут писем, да? Да-да, мне дали. Да-да, мне дали. А, да-да, дала. То, что по поводу мало храмов там, не знаю. Вот где распечаточки у нас есть. Сколько этих храмов. Угу. Вот Краснофельский район. Да, вот нам показывали тогда вот тоже вот эту карту. Да, то, что здесь очень мало. Если набрать, да, вот Краснофельского района и Стрельны, то их получается найдено 45 результатов. Причем шаговые доступности есть. То есть, ребёнка каждый день вводить в детский садик, это на самом деле очень трудоёмко. А съездить в храм истинно верующим. Вы правы? Человека не достали. Прекрасно-демного. Он, наоборот, воспринимает, как воспитание. Да. То, что он будет здесь. Кстати, где мы взяли книжечки? Я ещё вам просто книжечку могу. В ресурсе там мамочки устраивали флешмоп. У них там в Балтийской садика. С номерами с детьми пришли. И номера... Номера очереди. Там всё распутно, очень красиво. До сих пор никаких храмов там нет? Да, никаких храмов нет. Зато рассказано, какая комфортная, счастливая жизнь есть в этом замечательном проекте. Вот крест. Это вообще-то медицинский крест. Никаких православных крестов. Подождите, где он мне... Вот здесь вот. Да, урезается кусок этой парковки или прогулочная зона здесь должна быть. Урезается бизнес-центр. То есть парковок и так не хватает. А сегодня уже информация, что там было, что им земли не хватает. Им земли не хватает. И они, видимо, будут урезать сель. Они подключили даже министром иностранных дел. И Лавров посодействовала, что Балтийская жемчужина отдала в аренду эту точку земли. Хотя, причём здесь Лавров, какое он отношение имеет с планировкой территории, мы не понимаем. Вы ещё сказали про то, что уже по-севоложски уже будет мемориально. Устраивают это место. Все эти компромиссы, которые они предлагают, они касаются не срока, когда... Вы предлагали, ну давайте построю поликлини, а потом обоём... ...в 3 года. Потому что спонсор, понимаете, вот всё... ...всё убирается в это таинственного комплекса. ...всё условия. В таинственном комплекса Рафарарии. ...тохая... Я, кстати, сейчас приехала, тоже думала. ...женщины... ...всё? ...всё? ...что я не боюсь, мама. ...всё? ...всё? ...какой... ...всё? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok